Поехали! Юлия Ольховская входит в число 25 сильнейших гимнасток Украины. За плечами у 13-летней спортсменки есть медали из международных соревнований. Мне нравится и вообще хочется чего-то большего достичь, чем просто ходить куда-то гулять с друзьями. Мечта вообще поехать в Киев, в школу Дерюгина, в сборную попасть и выступать уже на более высоких соревнованиях. В этой школе спортивной гимнастике обучаются 250 человек. Рядом с трехлетними тренируются 20-летние спортсменки. Каждый день, кроме понедельника, они занимаются до позднего вечера. В спортивном комплексе «Авангард» школа существует уже два десятка лет. Это единственное здание, я не побоюсь сказать, наверное, даже на Украине, которое соответствует нашему виду спорта. Это высота потолка, это количество тренировочных залов в одном помещении. Однако этого здания гимнасты хотят лишить. Срок аренды закончился в конце прошлого года. А продлевать договор хозяин помещения отказался, говорят в школе. Начиналась проблема с несколько меньшей проблемой. То есть проблема отсутствия тепла в залах. В общем-то мы сначала столкнулись с проблемой тепла, а потом постепенно, в каком наросла проблема отсутствия здания. Из-за холода в школе дети не могут заниматься в самом большом зале на первом этаже. Уже привыкли тренироваться в теплой одежде и с обогревателями. А несколько дней назад гимнасткам отключили свет. Теперь, чтобы готовиться к чемпионату Украины, детей снимают со школьных уроков. Мы приобрели батарейки для магнитофона, чтобы под музыку можно было делать упражнения. И также приобрели лампы. Ну, кто из дома принес, кто купил. Вчера мы тренировались где-то до пяти часов, когда уже было совсем темно. Как бы они тут что-то планируют делать, и естественно, дети им не нужны. В любой момент могут детей лишить тренировок, где тренироваться. То есть, а для наших детей это вся жизнь. Здание принадлежит компании New City House. Собственники помещения комментировать ситуацию отказываются. А местные власти говорят, здание городу никогда не принадлежало. Это помещение из профсоюзной организации перешло в частную собственность одному предприятию, которое потом, в 2008 году, перепродало его другому частному предприятию с иностранными инвестициями. У нас позиция однозначная о том, что мы не даем комментариев. Потому что ситуация, которая искусственно была создана, она просто-напросто нас сама очень сильно удивила неприятно. Мое руководство сказало о том, что мы сейчас выходим на урегулирование моментов, которые нас затянули. И поэтому все, и так станет сейчас известно. Буквально 1-2. В спортивном обществе «Украина», которая в свое время учредила детско-юношескую школу гимнастики, говорят, проблема не в том, что учеников хотят выгнать издание, а в том, что платить за аренду сейчас нечем. Раньше ДЮС США финансировал фонд социального страхования. Но с нового года школу, как и еще несколько десятков спортивных учреждений, передали на баланс областного бюджета. На прошлой сессии облсовета решили вопрос с оплатой труда сотрудников. Но где брать деньги на остальные нужды спортсменов, в том числе на аренду помещений, пока непонятно. По минимальным подсчетам на финансирование школ нужно 10 миллионов гривен. Областной бюджет планируют пересмотреть в феврале. Мария Жикова, Дмитрий Герасимов, Борис Буцевич, Медиагруппа «Объектив».